Технология сегодня повсюду и у каждого есть смартфон. Думаю о размере этого устройства. Это только 2,2,5 дюймов, и мы пытаемся втиснуть целую 26 клавиш клавиатуры в это пространство. Это так много ключей. Я чувствую суженные клавиатуры. Я просто чувствую себя очень перегруженной. Есть так много кнопок. Пришло время думать о том, как мы можем сделать это лучше, используя технологию, которую мы имеем сегодня. И там Гмил Тап приходит. Лучший способ набрать. Так что я всегда знал, что я был связан с Сэмюэл Ф. Б. Морзе. Он брат деда моего прадеда. Когда тростник Морзе впервые пришел в мой кабинет и он сказал, что у него была идея для привлечения морзянку назад, я очень рад. Гмил Кран заменяет клавиатуру по умолчанию в приложении к аккаунту Гмил Стой, который имеет только две кнопки. Два ключа и каждая буква в алфавите может быть прописана, используя только эти две команды. Морзе является совершенным. Это просто точка и тире, что проще, чем лучший способ многозадачным. Когда мы впервые мыслиться в GMAIL Крана, все это было о том, чтобы вход на телефон быстрее. Мы поняли, что мы могли бы удвоить скорость, снова удваивая количество клавиатур у вас есть. Вы можете фактически разделить экран и отправить два сообщения сразу, два совершенно разных получателей. GMAIL Многозадачность экрана это улучшение по сравнению с речью. Вы можете сказать две вещи с вашим пальцем, что ваш рот может сказать только одной из классической технологий. Заново, я действительно очень рад видеть, где коснувшись взять нас. Я думаю, что люди, которые будут лучше всего обслуживаемые приложения GMAIL, люди с толстыми пальцами. Люди собираются быть в два раза производительнее, и люди собираются, чтобы иметь возможность писать электронные письма в любое время они хотят. Вы можете нажать его утром, вы можете нажать его в ночное время, вы можете нажать ее в ванной комнате. Это точка и тире, иметь разговор со всем миром. Здорово! Две кнопки «Бесконечные возможности» GMAIL-кран Google-переводчик Благодарим за внимание, да пребудет с вами Google! И мы будем разбираться. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok